Избили, положили в тачку, принесли в другое место. Чего? Нифига себе, денег нет. Вот вы москвичи, конечно, живете, да? Бро, классно. Ну, привет, малыш, ты чего там? Иран, два бойца разговаривают, не лезь все. Олег, Майами, я тебя вызываю на бой. Всем привет, главный гангстер здесь. GTA RP. GTA RP, да, вот моя жена из GTA RP, где она? Вот заткнись сюда, заткнись, заткнись. Тихо, 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 так нельзя, так жестко нельзя. Да, это слишком просто. Короче, приехали в гости, Камераны, сейчас вот только после брейкта. Мне все обещают выбить брейкта, кстати, во всех боях. Скажи, сколько раз ты подавался в этом году? Слушай, ну раз в восемь, наверное. Восемь раз? Сколько выиграл? Больше половины, раз шесть выиграл, наверное. Ты уже не считаешь, да? Я уже не считаю. Просто заплатят, идут геросики. Ну да. Сколько еще до конца года планируешь? Боев? Ну штук шесть. Еще шесть? Ну да, много боев. Ну давай, ладно. Начнем с финальных Дудевских в начало. Сколько ты заработал за восемь боев? Блин. Тайфера его знает. Мало. 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 Мало больше. Ну может двадцатка. Мне кажется, он тебя обманывает. Как-то мало, что такое грешно. Двадцать миллионов. За год вот это. Да. Блин, красавчик. Да блин, все равно тяжело идет. Самый большой год у меня семьяник. А где, а куда они когда делись? Куда они делись? На построение дома твоей маме. Да, говорят, там не такая сумма. Восемь миллионов. Нормально же она подключилась. Разборка питерская из-за бабок? Разборка питерская из-за бабок, да. Мне хотели поставить на бабки, но… В GTA RP. В GTA RP, да. В GTA RP, да. В GTA RP, короче, там в толпа хотела поставить на бабки. Персонажа в GTA RP. Персонажа в GTA RP, да, поставить. На деньги. Но персонаж отбился, да? Но персонаж отбился, да. Но я вообще в этом не участвовал, поэтому… А почему в медиа ты крайне оказался? Потому что ты сам медийный? Потому что я популярный, да, типа же, видеоблогер, и там все сразу. Артем, Артем, Артем в GTA RP, это он… Зачинщик. Зачинщик, да. А на самом деле, я говорю, я пидерпевший. Ну, по факту, пидерпевший. У меня в GTA RP избили, положили в тачку, привезли в другое место. Еще раз избили. И там уже не избили, там я уже всех прознимал. Там подтянулись другие персонажи, да? Там подтянулся, да, с GTA RP Никита Салонин. Вот, и они там просто уже это… В общем, все закончилось более-менее нормально. Сейчас пока я иду как этот GTA RP подозреваем. Надеюсь, все будет хорошо. А ты по бою снял все? Да, конечно. Знаешь, такая ситуация странная. Знаешь, типа тебя в GTA RP побили, насильно привезли на какое-то место непонятное, а ты еще оказываешься экраном, чуть ли не видишь по ту сторону экрана. Сложное время снова скажи, Артем. Года три назад попроще было. Да, два, три года назад. Было намного легче. Как, брат, Био? Да, Корней, ну Корней должен тебе приехать на этот… Там завязки от него? Там завязки, да. Он просто это… Ему надо сейчас выучить, какие слова нельзя говорить на отвече. Через год приедет, да. Тренируется, делется. Я просто помню, у вас время всегда было, ты делешься, он бухает в GTA RP, либо он делется, у тебя травма руки. У меня была травма руки три года даже после боя с дациком, который мы с тобой организовали. Кстати, легендарный бой был. Только это лучше, потому что пока никто не побил его. Тамай пары в победе. Ну, нет, по резонансу все равно их побил, там, в целом, в целом больше было. Вот, а сейчас я руку более-менее залечил, сейчас тренируюсь. Но сейчас уже даю, конечно, таких бойцов, таких бойцов. Брата, ты как Хауп вообще сказал. Я тебя смотрю, ты на свой 10. Полин, ну, братан, лучше спортивное питание, мой Руан. А ты что-то смотри, просто я тебе чем подарил. И сегодня себе мелкшей завариваешь, там, малиновый джем вкус, братан. Просто ты офигеешь. Брат, у меня и так три дня по носу, можно я не буду сейчас пока пробовать? Ты можешь не пробовать? Можно я попозже, блядь. Так, что там пишут, Столя нам постанова или нет? Нет, нет, не постанова. Постанова. Ну, как-то это все вышло из-под контроля. Ну, как случилось, так случилось уже. Бог с ним. Яна, где покажи из камеры? Дай покажу, какая жена красивая. Очень красивая. Покажи лучше, какая жена красивая. Покажи из камеры, Яна. Он больше не ругается на тебя без причины? Пугается, конечно. Пугается? Скажи, как ты это терпишь? Да я на это вообще внимания уже не обращаю. Вообще не палит, не обижаешься? Ну, уже, наверное, не обижаюсь, да. Ну, потихоньку ему голопередол в еду посыпаешь? Ну, так. Как ты молстишь? Я не верю, что ты… Да уж совсем перегнет палку тогда, что-то там. Я не верю, что ты все через себя пропускаешь и молтишь. Ну, слушай, не случайно, а было обидно, конечно. Но я просто поняла, что он просто вот такой. Характерно. Так разговаривает, да. А еще и на фарме, конечно. А какая фарме? Ну да, да. В смысле? У тебя, блядь, плечи уже как голова твоя, блядь. А шея будет… Это ты его еще в попу не видел. Она ухем. Яна. Яна. Яна, давай, мы не будем спорить. Это же, да, не. Кто шел? Ну, это твой протеин, собственно. Да, мой протеин. Да, мой протеин. А как лежишь на диване, блядь? Так, не, занимаюсь, занимаюсь. Ну да. Так что, в Питере сейчас вообще опасно появляться, что ли? Братан, в Питере все нормально, вот. Видишь, мы в Москву приезжаем часто, поэтому… Мы вообще в Москву приезжаем. Такой, думал, поехать сейчас в Питер, прогуляться, вам набрать. Посмотрел на все это, думаю, ну нахуй, блядь. Да, нет, нет. В следующем году. Встретим, братан, мяско пожарим на моей терраске. Да, ты, там, демасты, еще что-то. Да, да, да. Вас еще разнимает там. Не-не-не. Такого точно не было. Ну что, знаешь, какая охрана? Нам никто не придет вообще. Нам чтобы прийти, нам три раза через охрану прийти. Сначала звонишь охране. Ребят, как вы стали гангстерами? Объясните мне. Так, Корней всегда был гангстером и GT RBI. Он сейчас не бухает? Нет, Корней сейчас подшился на три года. Он забухал. Сколько уже не бухает? Он не бухал два года, полтора. Да. Сорвался. Сорвался. И сейчас подшился еще на три года. Ты у него бабки так же заберешь? Да. Почти все, да? Да. И на покушать так? Да. Не, с инстаграма на Стан Сибирь все забирают бабки. А вот там с боев, с движух там. Корней как Бритни Спирс, блядь. Он скоро на него в суд подарок и скажет, что он, блядь, заложника. Он его юзает и использует, блядь. И все у тебя там об этом ждет. Не помогает брак, пускай тяжело. Как ты относишься к Майами? Я нормально отношусь? Вот жду его на стрим, не берет трубки пока. С кем ты? С кем ты сейчас в нормальных отношениях? Кому можно брать и кто пригонит сразу? Ну, помимо салона и отца нашего. Где он, кстати, его в 100 лет видел? В старый-то? В Кокошев? Да, да. Да где ты? В Питере? Не, я участвую вижу. В Питере всех там был. В совсем нормальных отношениях. С Гордеевым тоже. Да, Гордеевым не поддержал. Новый инстуал. Да, я видел. Молодец. Гальди, красавчик, наш пацан, свой пацан. Ну, он вообще не с кем ругается со мной. Да. Я ругаюсь только с Яной. Только с женой. Как и ты, Эмиран? Пиздец, блядь. Сколько вы вместе там? Мы семь лет. В октябре будет. Как вы это сделали? Я же говорю, полный пофигизм. Тебе надо было включить. Я включаю его. Сейчас. Она абьюзер, братан. Это ты. Да. Вот они говорят, что мы абьюзеры. Да. На самом деле они. Нет. Нет, ну ты настоящий абьюзер, арбузер и так далее. Да я себя арбузер только. Я не абьюзер. что было в Мурино. Что было в Мурино. Но он уже рассказал примерно там. Пришли, в ГТАРП ему накидали. Нет, ты представляешь вообще, мы вместе едем такие, забрали малышку от моей мамы, то есть от ее бабушки. Мы, короче, едем. Максим такой, блин, надоел этот демастик, что-то встретиться предлагает. Я, короче, пойду с ним встречусь. Я говорю, ну хочешь, я тебя подвезу? Он такой, ну давай. И мы едем. Он тебе просто прозвонил поболтать просто. Да. Я уже везу его с ребенком навстречу к этому демастике, где как раз там вот эти вот амбалы сидят. И мы купили фрукты, и он по дороге заляпал, короче, футболку фрукты. И говорит такой, ну че я как я так поеду, давай заеду домой переодеться. Было уже поздно, мы заехали домой, и уже Алиночка наш ребенок захотел такая спать. У нас с ней донаты полетели. Да. И он, короче, говорит такой, ну ладно, я пойду сам съезжу. И вот он поехал. И тут просто мое состояние, он поехал один, да. Я ему звоню сразу и говорю, ну че ты, как дела? Вот такой, короче, на меня тут напали, тут сидят чуваки. Да, сидят чуваки, короче, с этим я не понял с чем, да. И просто я сижу. А ничего не предвещало беды вообще? Вообще ничего. Он думал поговорить, но он тоже дурачок. Но на самом деле мы сейчас понимаем, что он такой стрелок. Да нет, ты вот меня сейчас пригласил на стрим, понимаешь. Ну у вас такие же отношения? Ну то есть у нас нормально. Ну мы там прогуляли, вот с вашего ребенка. Я поедавал. Мы прогуляли с ребенком женой. Прыгали на батутах. А что его перекрыло-то? Не знаю, ему там десятку недавно даже. Да, десятку он долго спросил. Они там что-то, видимо, не то приняли или что-то. Ну короче, на папку не потерял. Допим какой-то, да? Для увеличения силы. Сил ума. Прыгали. Прыгали. Так что иди, иди, и все, больше не наш друг, мы больше не дружим. Мы с ним расстались. Ну это временно. Хорошо хоть не довели до какого-то безумия. Да блин, прикинь же, там нашим ребятам в КТРП постреляли голову. Ну да. Не, на самом деле, пацаны, конечно, молодцы смены. Вот, должна сказать, что они, конечно, умышленные. Ну там порезы и кровоподтеки, да? Ну да, прямо. Такие челы одному, прям, КТРП, там много чего делали. Да? Да, прям. А те-то как попали? Просто выгружают стенка на стенку? В упор. Ну типа там как-то было, да, там непонятно. Ну я все снял, у меня все на телефоне, у полицейских мой телефон не изъяли. Да. Там есть информация, грубо говоря, что я не участвовал, ни в конфликте, ничего, никакого хулигана. И не было инициаторов. Да. Не было инициаторов вообще. Я чувствую, сейчас они там наши видео все смотрят, угорают над ними. Где она все переживает, что они смотрят слишком на коллеги. Знаешь, чтобы мне объяснить, как в 2015 году из начинающих все трушных блогеров, которые давали надежду на то, что вот появляется такой честный, реальный, жизненный контент, мы превращаемся в каких-то одиозных, опасных для общества людей, половину из которых либо сажают, либо попадают в какие-то передряги, в которых общество просто нас ненавидит. Ну, потому что мы лидеры мнений и люди нам завидуют. Почему? Нет, не завидуют. Почему мы так запустились вот до этого? Да мы не запустились, это люди просто так смотрят по другой стороне экрана, они же забывают. Не, ну факты же есть, там, превышение скорости, постоянное ДТП, там, алкоголизм, там, насилие и так далее. Ну, в ГТАРП. Так, в ГТАРП, а что так вся страна в ГТАРП живет? Просто так, как мы известны, мы, естественно, больше внимания на себя принимаем. Конечно, да. Так это какая идея, которую скорость превышает? Ты прикинь, сколько человек в Москве превышает скорость, мне интересно, в день. Так вот, когда у Артёма это случилось, первым делом что в интервейсе писали? Просто сразу, просто везде, во-первых, по всем федеральным каналам показали. И что? Опять это ДММА-боец Артём. Ссылали все на тебя? Да. И создавалось ощущение, ты инициатор, потому что ты был самым известным среди всей этой песенки. Да. Твой костюм сначала сфоткали. Да, якобы. Потом костюм. Хотя это чел другого чела. Хотя это был другой чел. А я и смотрю по комплекции. Да, этот чел был развышенный. Потом это Тарасов идет, а это по ходу Тарасов. Есть подозрение, что это Тарасов. Везде Тарасов, Тарасов, Тарасов. Ну и немножко Солони. Знаешь, как у нас было? Какой-то СМИ написала Никита Тарасов. Никита Тарасов. Никита Тарасов. Артём. Артём Солонин. Не, на самом деле я в шоке, что Артём говорят 10 лет на хайп. Вот казалось бы, все вроде сейчас нормалечек. Нет, опять какой-то случился какой-то движ, где опять все будет. Слушай, я когда первый раз про тебя узнал в медиа, это было времена, по-моему, Версуса, какие-то дикие стычки. Да, да, да. Я вообще думал, ты настолько отморожен. Лучше тебя не видеть, а если видеть, то дорогу перейти и проедти. Самый добрый человек, когда нас видит, что гонишь. А так всегда и бывает. Самый добрый притягивает самые большие приключения на твою задницу. Да, смотри. Конечно, понимаешь, что незаметно. Олег Майами сейчас с Машей Милаш. Ах, он скотина какая. С Машей Милаш. Предатель, блядь. Тоже стрим, да? Напишите, напишите Маше Милаш, пусть его везет сюда, что он там сидит, ныкается. Трубки не берет, гасится, да? Да, трубки не берет, гасится. А мы, кстати, отдыхали на Мальдивах, у нас были дома вместе с Айзой. Артем включал музыку, короче, громко своих там рэперов. И он такая, блин, задолбали, кто там их бывших слушает все время. Это был Артем как-то. А они уже расставили? Да, я им пробовал. Тогда уж давно, конечно, расставили. А ты Майами включал? Нет. Да не Майами. А, с Майами уже расставили. Он буфа включал. Он буфа включал, а потом еще там. Буфа за смоки. Трек. Так что, да. Брой, что по боям-то в итоге? Ну, сейчас просто ради баб какого-то тратца? Уже амбиций нет никаких? Да нет, почему мы сейчас? Я же стал выигрывать. Я сел дьявол. У меня там были бы ибо боксу, я наоборот выходил типа ради бабок. Да. Ну, семьянки подожили нормально бабок вышел. Пофиг поиграть, типа не обидно с тем, с тем, с тем. То есть сейчас я начал тренироваться. Нарянусь по один-два раза в день, пройдите каждый день. И результат есть. Я выиграл Крика, пулеметчика, брата пулеметчика, Силова, который в шрамбе выиграл. Ты пулеметчик на болевой делал? Блин, я его взял на болевой, но не успел 30 секунд закончилось. Ну, Сайхана, всех остальных взял на болевые. Мастер болевых. Ну, видно, что в тебе сейчас тренировочная энергия пиздец будет. Ну, честная агрессия просто. Он стену не бьет? Нет. Он за внимание лежит, смотри фильмы. Даже сегодня перед Сапсаном. Час у нас был Сапсан. Поехал, потренировался два часа, и потом именно Сапсан с вами. А что ты делаешь? Пробой с Теней? Я с тренированием тренируюсь. У меня тренируюсь. У меня тренируюсь. У меня тренируюсь тренируюсь бойцов. У ЮСи, Беллатора, профессиональные шары бензинов очень круто. Так что все святенько. Я с моряком вчера списывался. Он там тоже тренируется. У него, я не знаю, можно ли говорить, но в общем, скоро бой у него. Моряк тоже говорил, что не просьба со мной боксировать. Ну да, но я не боксер. Я говорю, Мэй, давайте. Что ты думаешь, куда сейчас пойдет все попом и Мэй? Учитывая, что лоток аудитории идет в Ютьюбе, Ютьюб в целом не бесперспективный особо. Да, хотелось, чтобы все было на самом деле хорошо. А куда это пойдет на самом деле, не знаю. Надеюсь, что это не будет как с Версусом. Типа все резко помрет и все, да? Да, потому что, ну, все-таки на сегодняшний день мы на этом зарабатываем. И быстрее развивали. Да, и я первый моблогер в Россию, знаешь, и наконец-таки это выстрелило. Смотри, а кто такой? Расскажи про дикого Ди. Дики Ди – это Ди Мастер. А, то, что ты сейчас рассказал. Да, который как раз старался. Мне 24 года. Никогда не дрался. Хочу начать ходить на одиноборство. Какой шанс, что в первый же день меня отпиздят, и я больше не смогу ходить? Нет такого шанса. Если ты берешь в нормальный зал, ты можешь нормально. Да, тебя будут беречь и тобой заниматься. Да. Ты ходишь в зал? Ну-ка, ну-ка, Преста покажи. Нет, брат. Нет. Я хожу на стримы. Умиран, зови пограничника. Контент завезет с Тарасова. Пограничник? Нам не нужен. Пограничник? Помнишь, что ты его звал к себе? А что с ним случилось? Он обманулся с Гафуровым. Он сделал правильную аферу. Но его прикинь сейчас все простили после того, как мы с корней на него напали и дали мы кюлей. Так это вы ему так несправедливо давали? А я думаю, что за знакомое лицо? Да, да, да. А что бы мы напихали? Так нет, как он сам побежал, я ему один, а там Леша что-то издалека ему дурал. Не, ну он вообще слабый. Ну слабый, а что делать? Ну прикинь, он 6 лет снимал про меня, про Яну, про все. Накипело. Мы сестра Тарасова, если такое, да, накипело. А сам-то оказался самым главным этим. А он в этот день с кем выиграл? Он уже играл. С корней игрался, он корней выиграл. Так он весит 100 килограмм, вышла махина такая весь нахимичная и против корней еще там выпейдрался. Говорю, ну давай сюда. А со мной не испугался Дараска. Пиздец. Да. Так он еще разоблачает или все, закончилось скорее? Да, было там последнее видео какое-то, но его аудитория реально простила после этого видео. Он стал херплым. Молодцы. Помогли, блин. Пограничникам нужно вам сказать спасибо. Слушай, а у всех, кто снимал вот такие разоблачающие обзоры, у всех рано или поздно одинаково заканчивалось? Во что-то встревали? Да. Или люди хотели уже подтянуть за что-то и все, и срывали корону? Знаешь, что, просто сам всех обманул в итоге, поэтому его же там вообще задизлайкали все жестко. А что он сделал? Копил-копил репутацию, дорого продался? Копил-копил репутацию, в итоге за 10 миллионов рублей продал фонда Фурова, где всех обманули там, чуть ли не посадили там многих людей. Короче, жестко всех обманул. Аудитория своя пошла туда? Да, вся аудитория пошла туда, потому что она ему верила, а в итоге там сняли разоблачение приз петербургский. Потому что оказывается, он там это все заранее знал, он там по дурачках прикинул. И деньги не вернули? Да я там же не знаю, какая история. Знаешь, что там был, жестко там было. Слушай, а скажи, вот сейчас сформировалась попа ММА, да я так смотрю, одни и те же лица везде по всем каналам, YouTube каналам, Терео. Крутят, бегают, крутят, крутят, бегают. А как сейчас новым лицам появиться? Вот реально новым лицам, чтобы стать яркими. Вот этот лифт карьерный, где нужно на пресс-конференции, как в чайхане, друг друга там спровоцировать, леща дать или еще что-то обосрать, это уже тоже выглядит как заезженная пластинка. Ты как считаешь, вот как выйти достойно, похайпить и при этом во всю эту грязюку не скатиться? Ну, надо меру, наверное, держать и быть реально интересным. Все равно любой интересный человек. А чем быть интересным? Ну вот, чем был бы интересен Гарнея, когда он залетал в грязюку? Нет, Гарнея это отдельный персонаж. Да. Вот мы сейчас говорим про бойцов, которые хотят проиграть себя. Про бойцов, которые просто проиграли себя без грязного хайпа, без харизмы. То победами и нокаутами. И то не победами. Нет, тяжело. Сейчас надо в попом уме быть харизмой, с сомнением и так далее. То есть, если ты просто пришел, ты хороший бойец. И качать обязательно. И качать. И желательно за кулисами, под камеру, кому-нибудь в сеть, чтобы нокаут. Это желательно. Да, я так не делаю, но вообще это сразу разлетается. Как зовут этого пацана, который там быстро... Это я его, кстати, подтянул в этот опа мэй, да. Фарк его зовут с Саратова. Ну, бля, такие вещи действительно вирусятся и заберут. Вирусятся, да. Вроде видишь, там ударил как бы там. Мало кто забирается, из-за чего это произошло. Братан, ты не понимаешь, у нас на самом деле столько всего свободы и разрешено в этом направлении. В Америке, если бы кто-то такой отчебучил, он бы на всю жизнь миллионов 10 долларов был бы должен и отдавал бы. Да? Да. Да. У нас, видишь, все, как хорошо. Амиран, сколько ты платишь в месяц за хатву? А я уже говорил, 550. Сколько? 550. Нифига себе, денег нет. Длина, похей. Я не говорил, денег нет, но есть что-то давно. Но хотелось бы зарабатывать опять. Ты раньше говорил, что 700 тысяч всего в месяц поднимаешь. Я не знаю, чтобы он интервью 2 года назад, 3. Нет, я у Дудя еще болел. Потом я больше стал зарабатывать, конечно. Ну нормально. Артем, нужен бой с Коваленко. Блядь, почему шрифт такой уебанский? Бой с Коваленко на самом деле тоже планируется. Артем, нужен бой с Коваленко, норм двигаетесь. И давай Стоуна роняй, хату на тебя гружу. Бой с Коваленко, я думаю, он будет тоже, бой интересен всем. А Стоун пока у нас... А зачем бой с Стоуном, если Стоун себя вообще никак не показал сковоренным? Слушай, но он говорит, что он четырехкратный чемпион мира. И то, что просто там был не его день. Мы с Афонией сидели, смотрели. И мы перемотали, еще раз послушали ринг-анонсера, который сказал, что он, блядь, чемпион мира по нескольким категориям. Мы зашли в Google, в Википедию, о нем ни одной информации нет. У него есть три боя, блядь, с очень слабыми соперниками. С Сочи, да, да. Фишер, этот, Носов и еще один Иван Фишер. Это в нашем деле же был? Да, в нашем деле, да. Сочиняем, нам сказали. Нет, он сам, он сам говорит, потому что он рукопашки. Ну там просто такая рукопашки есть официальная, не официальная. И он сам хотел бой со мной, два года. Он выпрашивает, выпрашивает, выпрашивает. Тут он уже выпрысил, все, его, блин, Коваленко, до меня избил, и сорвал мне бой. Я должен был драться, вот, считай, завтра. А тебе и зима. Да, и зима, не заработать денег хотел. Но он был уверен, все в обеде. И на конференцию говорил, что я зовут Арасов. И завтра у нас должен быть стардауна, он до сих пор уверен, что он меня выиграет. По МММИ. Да. Но я не знаю, на что он рассчитывает. У него не закончил. Но он будет тренироваться. Да я и не знаю, него с деньгами все хорошо. Кто помогает. Какая принципиальная позиция? Осень кости Артема. Почему? Может, девушки свои доказываются? Может, доказалось, Коваленко. Я ему протеин дарил, я пишу. Я же тебе подарил протеин, чушь такого подраз. Коваленко написал, и я его весь протеин выбил в бою. Когда бой с трагмистом, кстати, про бой с трагмистом, до сих пор идут разговоры, про бой с трагмистом. На самом деле, я недавно смотрел на спорт 24, и он сказал, что он не против. Я, в принципе, в Топдок проспект, не против, тоже с ним подраться. Они без разницы. Нормальные. Потому что он просто не хочет по МММИ-раться. Он боится, а она хочет по МММИ-раться. А Толя с ним тоже хотел по МММИ-раться? Ну, там, не знаю, как Толя хотел, это как-то так получилось, но в итоге у них бой не будет. У тебя уже Камила говорил, Камил, ну, ты застолье не можешь, давай за меня. Но вообще было бы прикольно посмотреть, как один глава промоушена берется. Но в этом была и судьба, это была и фишка то, что мне так Камила сказала, что тут интересно. Я говорю, у нас такой замес уже идет три года уже, сколько? А я видел уже там, даже уже подписывали чуть ли контракт. Я же написал контракт, все, но контракт закончился у меня. Все было честно. Они нас был, бой уже был, сначала в апреле, перенесли на мае, у меня был контракт до конца июля. Ну и все, до конца июля боя не было, контракт закончился и мне предложили… Егор, а можешь тапки куда-то спрятать, а то они так и торчат? Предложили у нас с августа с Емельяненко. Естественно, я выбыл с Емельяненко за гонорар в три раза больше и за… Бля, по поводу Емельяненко, объясни мне, почему либо только я это вижу, либо люди настолько циничные, что делают вид, что этого нет и просто его юзают как мясо. Он же никакой сейчас. Ну, это без какого-либо оскорбления я имею в виду, я имею в виду физическую форму. Зачем делают вид, что он может что-то делать и ставят его сейчас против Дацика? Ну, верят к нему. Время есть на самом деле. Не-не, братан, речь не об этом. Давай сейчас откровенно скажи. Он никакой, он ходит как человек после инсульта, который неделю отлежал и как бы он сейчас не восстанавливался, у него координация никакая. Координация плохая, да. Как будто в темноте человек. Я, знаешь, как фанат братьев Емельяненко, если честно ему сказать, я вот смотрю и просто надежда на то, что вот, блин, а вдруг реально что-то произойдет, какое-то чудо он покажет. Ну, как бы вы такой надеждой человека в гроб загоните просто. Ну, это не мы его загоняем, он сам как бы себя загоняет, он сам же не против стать бойцом уже попом, но я не бойцом профессионалом. Какая здесь сейчас тачка? Каен, Юра продал. С номерами, сволочь. Продал мне номера, брат, на, дарю. Будет, типа, возможность когда-нибудь там что-то там в ответ мне дашь. Я говорю, ну заебись, я всем хожу, говорю, мне номера подарили, подарили, номера подарили, блядь. Проходит какое-то время, брат, в бизнесе, проблемы срочно, конечно, нужно, может потихоньку отдавать, блядь. В итоге раскрутил меня на 4 ляма за эти номера, блядь. Шесть семерок Тор, ну или ТОП читается. ТОП? Ну мне Тор, потому что я люблю Марвеловских героев, другие ТОП читают. Смотри, вот видно сейчас, что многие бойцы злоупотребляют. Не буду говорить чем конкретно, чем-то злоупотребляют. Есть такое. Я сейчас даже не про фарма говорю, ты же понимаешь, да? Да, конечно. Как ты считаешь вообще, это спорту по по-моему-моему помогает или нет? И почему с этим не работает никак? Да отчего, просто люди залетают. Залетают, понимаешь, получают какие-то бабки, начинают свои там кутежи, вот и все. Просто срывают, значит, раньше это была звездная болезнь, а сейчас это просто такой звездный срыв. Тебя все узнают, там на вещей ригу приходишь, и вот они начинают. Понятно, но если мы хотим, мы ориентируемся на UFC, на самые большие промышленные в мире, с таким подходом, и когда бойцы вот так относятся к боям, вряд ли построишь UFC, согласен? Нет, вряд ли построишь UFC, но на России другой менталитет, как ты уже понял, боже в Америке. Может денег не хватает? Я хотел на острине сегодня побороться с этим. Да нет, фиг знает. Да нет, денег-то хватает. Сейчас в индустрии развиваются, и деньги в друзей. Хорошо, а что мешает в контракт добавить? Просто пункт, что ты подпискаешься? Это все есть контракт. И все закроют глаза? Ну, это не закрывает. Ну, а как ты там такая, грубо говоря, что чел пришел с такими шарами, ты скажешь, что он… Да, иди подписывай, бля, в Актике 300 рублей, что ли? Ну, возможно, на это никто не обращает внимания. Ну, и это не прям так, что это все, даже какие-то единичные случаи, нет такого, что там прям все… То есть это были единичные случаи какие-то, и я не сказал, что там это прям массовость какая-то. Ну, это может и единичные, но это настолько яркие случаи, что, ну, просто удивляешься, почему так. Ну, почему люди про свою жизнь… Либо меня после Америки так напугали там. Ты знаешь, мы делали для пощечин лицензию, на основе которой теперь там все виды спорта во Флориде по пощечинам будут по моим правилам. Там я эту лицензию легализовал, да. А тебе с удовольствием капать? Нет, ничего не будет. Не будет ничего. Мой смысл, да. Нет, но смысл в том, что мы прошли все круги ада для того, чтобы просто люди встали и по ебальнику друг другу с ладошки дали. А здесь мы это сделали, там ночью идея родилась. Утром мы уже как будто формальный контракт подписали, и уже все ебальники в ГТА друг другу сносили. А там мы реально прошли такие круги ада, и, блядь, кучу денег на это потратили, и рынок это еще и не заметил. Сбитый летчик, Амиран, какая у тебя первая мысль, когда ты просыпаешься каждый день? Нет смысла, зачем я живу? Знаешь, эти вопросы появлялись в Америке. Америка прям сильно дала под сраку. А здесь нет, сейчас уже мысль появляется, как бы больше всего успеть сделать. Забитый летчик за 550 салей снимает хату, пацаны прям. Я вгораю с вас там, даже все думаю, что не так все плохо у человека, все нормально. Но ты знаешь, для меня, честно, финансы не были никогда на первом месте. Ни в кае. Двор что-то делать, да. Самореализация, придумывать, блядь, удивлять людей, развлекать там, что-то донести. А сейчас, как бы, ты просто живешь как мясо, знаешь, утром встал, блядь, похавал. Ну, до этого, сейчас уже что-то я делаю, а до этого еще делать, блядь, хуй поймешь. Так, в общем, Мартиом Майд стал общаться с Кизаром. Тоже долгая тема, чем у Кизаров наступил. Он написал, что все блогеры плохие, в том числе мои друзья. После этого мы стали общаться. Да? Перекрыл его? Ну да, там, чего сидеть, человек. А я помню, ты к нему ездил, поддерживал. Конечно. А что, он такие подарки дарил? Ну, мне такие подарки не дарил. Снимал, первый показал в России. Ты даже не давал. Ну, спроси, скажи, ты, видимо, там. Ну, он, я думаю, он уж пожалел, потому что он сразу это удалил. Не извинился? Нет, он, короче, сделал твит, он удалил его через секунду. Но все репаблики подпотели и на меня, и в итоге нас случился скандал. У Олег Майами про Амирана, дайте, посмотрите, что сказал. Нет, я, может быть, и хотел, если бы человек не вел себя не очень хорошо. Я же пошел на встречу, пошел к нему, шел к нему, побежал. Я не знаю, давно беженка, бежать себя плохо вести. Поэтому у меня есть все абсолютно аргументы для того, чтобы не брать телефон и не общаться. Но у меня нет ни на кого никаких обидов. У меня большая команда. А ты точно? Так, если нет никаких обидов, возьми, поговори, как пацан со мной. В чем проблема, блядь? Пошел на стриме у девчонок сказал, что он обижен, блядь, по сути. Опять все то же самое. Но у меня нет никаких обидов на пацанов. Да, но я не буду брать трубки. О, звонит, звонит, вот за импись. Алло. Ну что ты? Ну что ты? Ну привет, малыш. Ты чего там? Прекрати обижаться уже. Ты что, я не обижаюсь? О, ты в своем рабочем месте наоборот? Ну конечно. А ты где? В Минске? Да. Когда приедешь? Смотри, кто там приехал снять обзоры офиса. Ты не поверишь, я мог быть сейчас на этом же месте вместе с ней. А что ты не поехал? А у меня тут важное дело было. А, нужно было провести стрим? Нет. Не просто провести стрим, нужно было, блядь, еще и поспать. У меня бессонница каждый день. Я 7 дней стримлю. Осуждаю, Амиран, осуждаю. Ты сейчас выражаешься некрасиво. Как дела? Ты прекратишь обижаться? Придешь ко мне на стрим? А почему ты решил, что я на тебя обижаюсь? Я не обижаюсь. Только что мне кусочек скинули, что ты, оказывается, говоришь... Кусочек скинули, это то, что ты сам увидел. Просто сидел, смотрел уже стрим. Вот он такой, вот смотрите, на ходу. Где адекватность, где поговорить, непонятно. Амиран, Амиран, а у вас нужно 40 человек? Встречание сейчас. У нас? Нет, у нас стрим, кстати. Вот Тёма Тарасов, жена его Яна. Привет, привет. Слушай, Тёмыч, Тём, отдай Тёму, мне с ним больше есть, о чём поговорить. Давай, расскажи. Тём, слушай, я вот очень бы хотел попробовать как-нибудь поучаствовать в боях. Как думаешь? Да, давай, погнали. А всё, ты футболом завязал? Да ты же вроде бы хотел всю жизнь футболу посвятить. Да нет, можно. Медиафутбол, там знаешь, на спорте. Не, если ты реально хочешь в бои, ты можешь чем придумать. Тём, есть шанс, Тём, есть шанс, как думаешь, меня-то не сломают? Ну, тебя сломают, наверное, я не знаю, как ты дерёшься, но выглядишь ты качком симпатичнее. Я не боюсь на самом деле. Тёмыч, Тёмыч, я не боюсь на самом деле сломаться. Таким голосом всё, Тёмыч, Тёмыч, я не боюсь на самом деле сломаться, но если меня сломают, будет так больно, блядь. Да, обиженка, которая две недели трубку не берёт, конечно, между двух, ну на, поговорите, блядь. Давай, короче, нет, всё, я возьму у Амирана номер твой, я тебе напишу в WhatsApp и засуню тебя в бой. Я сейчас на полном серьёзе, я вас не прикалываюсь. Я тоже не прикалываюсь. Я сейчас на полном серьёзе, я не прикалываюсь, ну пожалуйста. Амиран, два бойца разговаривают, не лезь с этого. Два бойца разговаривают. Всё, я, Амиран, твой номер возьму, тебе надо, че их надо. Бро, ты в Москве когда будешь? В конце месяца. Давай, я тебя жду. Не хочешь приехать на мой день рождения через три дня? Конечно. Ты хочешь приехать? Да. Очень сильно хочу. В 19-го. В 19-го. В 19-го. Хорошо, а если я приеду в Минск, ты мне, ты мне отметишь, поможешь организовать классно, чтоб мы отметили? В Минске? Да. Не знаю, я думаю, что всё возможно, в Минске очень классно. Что с тобой стало, я тебя не узнаю, что с тобой, блядь? А что ты хочешь от меня, я не понимаю? Любви. Задора. Задора. Энергии. Того Олежку, которого я знаю. Всё, ты просил позвонить, я позвонил, что ты ещё хочешь? А что ты мне, одолжение, что ли, делаешь, блядь? Да, я совершенно одолжение, абсолютно. Ты же хотел этого позвонить. Мы все что-то делали. Мы все что-то делали. Просто песня была какая-то, да, песня у нас там была. Голос, я помню, мы когда пушили, все зрители голосовали смс-ками, чтобы он проходил до финала. Ну всё, Олег Маян. Ладно, Олег Маян. Вот, собственно, мы вот так и общаемся. Как думаете, когда мы что-то поснимаем? С Олегом Маянем. А что ты сейчас не снимаешь эти блоги? Нет. Не, не заходит, не идёт уже, да? Да я уже такой. Да я уже не хочу. А сенсилент исполняется? Да и всё. А где мы праздываем Динамо? Ты же сколько? Мне 32. А где мы 19-й праздываем? В 19-й в Москве. Я думал либо в 1-8 24 часа стримить, тортик там, гости будут приходить постоянно стримить, либо я думал в Минск поехать. Но учитывая, что у него такой настрой, естественно, не поедут. Ну что, да, обижен, да, на тебя. Как муж с женой. В Майами. Да. Амиран присолит в Майами. Да не обидел я его ничем. Наоборот, пытаюсь разодорить, чтобы он… А он сказал, что же его нашёл как-то обидел, нет? Да нет, он там начал просто врать, гнать, что я его умолять начал влоги снимать. А такого не было. Он сам пришёл и типа попросил. Но я понимаю, почему он эту карту разыграл и начал заднюю давать. А меня это разозлило. И всё, он на это загасился, тоже обиделся, ушёл. Ему сейчас что не скажи, он обижается, закрывается и от всех убегает. А что тебе больше предлагали с Моргенштерном? Так это я его умолю вызывал на бой. Да, да. А что, в итоге бой срался? Да, какие мы бойцы, блядь. Ну хорошо, это блядь позор. Это самый кринжовый, блядь, бой будет. А с Майами бы вышел? Нет. Ты знаешь, я никогда в жизни не дрался вообще. Да? Даже на улице? Никогда в жизни нигде не дрался. Олег Майами, я тебя вызываю на бой. Обиженка. Так, где Масты 777. А какие реально мы будем пиздиться? Это посмотрят? Да сейчас всё поздно. А он, кстати, дрался когда-нибудь? Олег? Да. С текилой видел один раз. А нет, два раза даже. А что они дрались с текилой? А не жду я. Ну, вне съёмок они постоянно пиздятся. Да? Так, чисто типа? Ну, у них типа, знаешь, эго такое прям всё время. А, да? И плюс два артиста поют это всё время. Тренинг будет. Шалат Мулачил, он в медиафутбольную лигу залетает. С файт-найсом будем играть в футболку. Да, сейчас второй сезон же будет. А у кого в команде? Я в файт-найс. А команда файт-найс будет? Я в файт-найс. А команда файт-найс будет? Бойцы, бойцухи будут умирать все дела. Круто, так вы же и всех переломаете. Там же дети соперники. Да нет, даже футбол. Да нет, даже футбол. На самом деле, знаешь, же заявляются там профессиональные игроки и всё такое. То есть там. В других командах. Да, в других командах там уже, то есть, и уже надо какой-то запрет вести. Типа, если, знаешь, там российский футбольный пример лиги, там на легионеров запрет, так же сделать, допустим, чтобы там, допустим. Нет, если один игрок профессионально всю команду, это погода не сыграет. Это погода сыграет, то когда я буду, допустим, восемь игроков и два блогера и десять блогеров сидеть на запасе, а восемь игроков профессионал что-то будет. А что, здесь, по-моему, сейчас не так же происходит? Профессионалы вытесняют любителей хребажов. Да нет, профессионалы не утесняют ничего. Профессионал, профессионал, связь всё равно дорогая. Кто там дерётся в Fight Night, кто-то дерётся в Fight Night. У меня, кстати, скоро будет Fight Night, 21 октября тоже будет. Очень интересно. У Камилы? На Fight Night пойдёшь? Пойду. На Fight Night пойду. Да, в Ульяновске, правда, будет. Тогда не пойду. Ульяновск далеко очень. Фрос, скажи лучше, с кем ты хочешь ещё подраться, с кем не дрался, вот с кем ты чувствуешь, что, блядь, вот прям... Ну, на самом деле, я вот, несмотря ни на что, с рогбистом его подрался. Да. Реально. На кулаках Леномой? Ну, на МММ он не хочет, по понятной причине. А на кулаках ты готов? Не на кулаках, у МММ и перчаток. Там я готов подраться с рюкбистом. Да и, в принципе, много сейчас. Ну, на самом деле, мало хайповых бойцов, с которыми можно драться. Сейчас и все вроде бы хороший боец, но... Прокрутились много раз. Да, но у них нет аудитории. Вот, то есть, надо сейчас достаточно выбирать. Ну, как я говорю, не знаю. А вызовы, типа, с тяжеловесами или с упертяжными будут у тебя ещё? Так они, не знаю. Бой с Емельяненко, это не я, Емельяненко предложил. Я бы звонил Заман Бастанов. Ты нам нужен, чтобы сделать бой с Емельяненко. У нас должен быть бой с Жиганом. Всё, давай делись. Да, я понял. А ещё планируется, ты бы хотел? Ну, я бы подрался с Кокляевым реванш сделать тоже. С Кокляевым? С удовольствием, конечно. Но он всё мажется, что-то не хочет. А ты Кокляевым проиграл? У нас ничья была. Ну, что? Он проиграл, но вообще ничья. Он похож на побитого робота из мультика. Мне, кстати, говорят, что я похож на Ван Дамма, на Шварценеггера. Короче, поймал на этих ребят. Бро, прости, я просто не помню, а с глазом это с детства история? Да это непонятно, откуда эта история. Реско просто появилось? Нет, я знаю, как он похож на Франкенштейна, назовите Франкенштейна, ты реально похож на Франкенштейна. Ты знаешь, и заебись, и пиздец не очень. В каком смысле сейчас объясню. Заебись в плане того, что Америка красивая, особенно Калифорния, Флорида, субтропики, города очень красивые, свобода, ощущение свободы. Ну, типа, все по-другому. Все тут, из-за чего мы паримся, там свобода может делать. Но при этом мы настолько прошиты ментально по-другому, что мы просто туда не интегрируемся, блядь. Да? Да, мы другие. Это как вот примерно приехать в Японию, если ты еще и языка не знаешь. Да. Давайте хуевать. То есть первое время, нет, от верхней, от верхней. Да, первое время офигеваешь, как прикольно, а потом не понимаешь, как вообще жить здесь. Ну, да, жестко. Слушай, а что в Америке вообще, вот как там, ну, ты вот, ну, как там себя сам ощущал? Вот ты приехал, вот, что там? Первые полгода туристический. Там же с тобой, Эвелина же, как это? Да. Она что, она там осталась? Нет, нет, она потом уехала. Уехала. Она сейчас здесь с тобой работает? Нет? Она сейчас работает с агентством, которое стримерами, кстати, занимается. А поэтому ты ищешь? Нет, не поэтому, это просто мое желание. Мы пока еще никак не сотрудничаем. Ну, сложно, бро. Я тебе так скажу, иммигранты русские, которые там есть, как правило, в основном, предают свою мечту. Не предают, а оставляют и занимаются чем-то другим, чтобы зарабатывать деньги. Угу. То есть, очень тяжело с мечтой, которую ты поехал, ее реализовать. То есть, я видел там даже этот камень-клап, вот этот парень, который тоже вот там есть. Да, ты прикинь, со всего мира приезжают. Вот я просто видел много раз на всяких встречах, там, с хоккеистами, там, там же много наших друзей хоккеистов. На каких-то тусовках приезжают итальянцы все такие. Мы откроем лучший ресторан, лучшая паста будет в Калифорнии, блядь. И, блядь, приезжают французы. Мы откроем лучший ресторан, блядь, лучшие виносы, медиаи, да. Из России приезжают, я, блядь, лучший бизнес открою. Там, в итоге, все арендой траками заканчивается, арендами квартир и продажей домов, блядь. В общем, все приезжают с гениальными идеями, но Америка вот так перемалывает, блядь. А почему она очень главная? Очень конкуренция большая. Да? Пиздец какая большая. Да? И плюс языковой барьер. Вот если ты не говоришь, как на русском, то считай, как средний азиат у курьера приходит. Ага. Ну ты понимаешь, что он работает, да? Но представь, как ему тяжело пройти путь, чтобы добраться до уровня, к которому ты добрался. Ну да, жестко. Спасибо. Спасибо.